Более 50 снимков и каждый отражает любовь и заботу. Будь на нём слониха, которая укрывает своего малыша, или медведица, заключённая в объятии медвежа. Животные не умеют позировать перед объективом и подделывать эмоции. Каждое чувство искреннее. Именно поэтому их фотографии так цепляют зрителя. Вот фотография колючей части, да, ежика лежит довольная, вот мордочка, а ежата по ней ползают, и это необыкновенно. Уметь так снять, запечатлеть, поймать тот момент, когда животное может показать своё счастье, либо гнев, да, ну, очень интересно, я впечатлена. Это чудесно, это настолько нежно и настолько естественно. Я прям довольна, хотя ещё не досмотрела. Мне больше всех понравился леопард. Он самый красивый, с такими пятнышками. Я хотела друзьям показать всю эту красоту. Идея создать выставку материнской любви в животном мире принадлежит супругам Глазковым. К её реализации Юлия и Павел подошли серьёзно. Чтобы собрать экспозицию, они отсмотрели работы фотографов со всего мира. А это тысячи снимков. Самая, наверное, главная идея самого Павла и Юлии, что животные настолько искренни в своих проявлениях любви, заботы, самоотверженности, что этому, может быть, даже стоит и нам поучиться. В главном музее Хакасии фотовыставку решили дополнить реальными образами животных и птиц. Рядом со снимками присели белки, медвежата, утки. Среди экспонатов и красавица Сара, снежный барс из Хакасского заповедника. Сегодня эта дикая кошка – настоящая гордость музея. Среди экспонатом могут немногие. Мы очень трепетно следим за её состоянием, для того, чтобы она радовала наших посетителей, удивляла, поражала. Среди экспозиции посетители выставки также смогли увидеть и старого знакомого – могучего лося. Гости музея признались, уже успели соскучиться по нему. Ведь Сахатова не показывали больше года. Специалисты не могли вызволить его из старого музея. Чучело высотой больше двух метров и очень тяжёлое. Чтобы перевести его на новое место, пришлось разбирать стену. Также порадовал глаз посетителей и новый житель музея – рысь. Имя Хвостатому пока не придумали, но специалисты ласково называют его «красавчик». Увидеть чучело животных и необычную выставку о их любви жители и гости республики смогут до 4 ноября. Виктория Титова, Станислав Клочинаев, РТС.